всем большой привет и сегодня вас ждет обзор на моего нового помощника по хозяйству робот пылесос gutrend 520 у меня уже был робот пылесос и есть сейчас это ай робот румба он меня в принципе устраивал были какие-то моменты неудобств но я считала что они совершенно незначительные и мне было интересно сравнить пылесос от gutrend и пылесос от ай румба на самом деле их сравнение немножечко не честно потому что ай румба это только пылесос он только пылесосит а gutrend может как пылесосить так и мыть полы в этом наверное заключается самое главное самое важное отличие если сравнивать два этих пылесоса то ай румба больше по размеру и тяжелее но меня вполне устраивает как он пылесосит мне он очень нравится но так как квартира большая я пользуюсь двумя пылесосами сразу и ай румба отвечает за нашу спальню по той причине что здесь собаки никогда не делают обычно каких-то неожиданных луж или чего-то в этом роде ай румба боится воды вода для него смертельно gutrend при этом воды не боится поэтому он у меня теперь стоит на прежнем месте где стояла ай румба и убирает обычно кухню прихожую в ванной часто знаете такие моменты дети помыли руки накапали водой и перед тем как включить ай румбу мне нужно было пройтись прям все досконально посмотреть все полы нет ли нигде неожиданности от собак или от детей также у меня дети любят таскать кружки в комнаты особенно старшая и по пути исследования получается такая большая лужа воды это и было самым главным неудобством перед тем как включить ай румбу я закрывала собак в одной из комнат чтобы они где-либо не нашкодили при этом получается что они мне мстили и делали все неприятные какие-то дела там где я их закрывала убирала все шторы потому что ай румба прям у меня беспощадно к шторам те которые лежат на полу если штора не касается пола то проблем не возникает но у меня есть в некоторых комнатах шторы портьеры висят так что они касаются пола и поэтому она наматывает их на себя застреет с гутренд такой проблемы почему-то не возникало видимо он видит это препятствие и не наматывает на себя шторы как румба так и гутренд эхо 520 они строят карту помещений это очень важно при выборе робота пылесоса потому что если пылесос не строит карту помещений то он хаотично будет делать уборку там где ему вдумалось он может почти весь свой заряд потратить на одну комнату заехать в другую а может быть и не заехать вовсе покрутиться там одну минуту развернуться и обратно ехать в общем туда куда ему захотелось и получается что если вы допустим работающий человек используете робот пылесос пока вас нет дома то контролировать вы его не можете и надеяться на то что вы придете домой а там чисто не приходится робот пылесос который строит карту он полностью видит весь маршрут вашего дома как-то он по моему по вай-фай что ли это делает но честно для меня это очень сложные технологии я даже не пытаюсь с них разобраться сам факт что он это делает он безошибочно определяет свое местоположение определяет где он уже провел уборку где он уборку не провел и также это видно в приложении на телефон мой гутренд эхо завершил уборку сейчас вернулся на док станцию я зашла в приложение чтобы показать вам как выглядит карта квартиры и как он ее убирает смотрите вот эти серые полосы это те места где он проехал вот таким образом и убрал квартиру кружочки это он кружил вокруг стульев объезжал их где зона обеденного стола кстати по размеру он у меня спокойно проходит между стульями между моими стульями что не может не радовать потому что не нужно убирать стулья как я это делала с айрумбой и кстати еще одно отличие между ними гутренд гораздо тише вот здесь зоны где он не убирал белые зоны там я закрывала двери в комнаты чтобы он убирал прихожую кухню и ванные комнаты сейчас буду говорить о роботе гутренд он моментально выстраивает карту помещений вы можете задать его уборку в определенных помещениях и он будет делать уборку только там не заезжая в другие комнаты также частично вы можете ограничить доступ какого-то места где вы не хотите чтобы он убирал ну допустим у вас там разбросаны детские игрушки естественно детские игрушки вот всякое такое они не показаны роботу пылесосу он может намотать их на свои щетки если там какие-то куклы например волосы и это вредно как саму пылесосу может сломаться так и игрушкам но вы знаете с того момента как у меня появился робот пылесос у меня практически ушла проблема разбросанных игрушек по дому потому что ульяна кричит нет нет только не мои игрушки и сразу убирает их поэтому игрушки у нас разбросаны в основном в основном только в детской комнате меня если честно очень смущал момент мытья полов потому что ну тряпка не моется тряпка клеится на робот пылесос и подается вода соответственно просто получается пол протирается тряпкой так мне казалось но сейчас я мою пол шваброй я на самом деле мы в каждой комнате целиком квартиру практически никогда не мою раз в неделю каждую комнату я мою шваброй а так у меня проезжает робот и вуаля полы чистые я не знаю это какая-то магия действительно в качестве ежедневной уборки он справляется на ура и у меня всегда чистые полы это то чего мне не хватало на протяжении нескольких лет потому что ну каждый день намывать полы не будешь правда я не готова к этому но у меня животные у меня дети и только помоешь полы там уже какие-то капли я нервничаю из-за того что я только помыла полы натерла их чтобы не было разводов уже какие-то капли уже какие-то пятна кто-то что-то разлил теперь я даже не нервничаю потому что я знаю что я задала расписание и мой робот по расписанию выйдет утром и начнет свою уборку кстати как я делаю комплекте к пылесосу идет две тряпочки для мытья пола с вечера я мою одну хозяйственным мылом и она просыхает одеваю чистую которая уже высохла и получается в вечерние рутины у меня вошла такая задача как почистить робот пылесос и чистить его контейнер делается это очень просто и легко мою тряпочку и чистую одеваю заливаю в контейнер воды и все я знаю что на следующее утро он у меня выйдет и спокойно все пропылесосит и помоет пол единственное что делаю с утра это убираю пеленку потому что у меня собаки то пеленка в качестве туалета он намотает ее на себя поэтому ну запутается вне становится остановит свою работу поэтому я ее убираю и в принципе больше мне не нужно ходить проверять какие-то капли какие-то нюансы поэтому пылесосом айрумба я не могла пользоваться в полной мере в полной мере пользоваться его функциями и возможностями а именно задавать программу по которой он там несколько раз в неделю или каждый день в определенное время будет выезжать делать уборку если у вас нет детей если у вас нет животных и в принципе вам не нужна влажная уборка достаточно только сухой то пылесос айрумба отлично справится с этой задачей в доме где есть дети где есть животные лучше всегда выбирать пылесос который не боится влаги и воды кстати я еще переживала по поводу того как он будет мыть полы не будет ли оставлять разводы ну вот в моем случае разводы не остаются хотя если я неудачно помою как-то полы тряпкой шваброй плохо отожму то разводы останутся но все-таки у меня пол не венге не знаю как бы он вел себя на более темных полах у меня прям отлично нет никаких разводов идеальный классный наполированный пол он меня порадовала с того момента как пришел обычно заходишь в магазин техники я выбирала как-то пылесос ну полноценный проводной пылесос и вот подходишь ты к этим пылесосом стоят вроде бы совсем недешево ощущение кого-то хлипкого пластика который вот-вот сломается у гутренд прям все отлично вот нет ощущения этого пластика очень красивые такие конвертики с инструкциями ну вот посмотрите прям здорово инструкция простая быстрая здесь рассказано все 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 что можно и нужно знать и еще очень радует его комплектация она продумана до мелочей если честно у айрумбы такой комплектации нет не буду описывать комплектацию там зарядной станции провода и тому подобное два комплекта боковых щеток то есть одни которые вы используете и вторые запасные по сравнению с айрумба мне кажется они проигрывают вот это единственный минус на мой взгляд который я нашла где действительно щетки проигрывают щеткам айрумба они очень мягкие я не знаю хорошо это или плохо но вот по моим ощущениям пользователя они проигрывают они настолько мягкие что иногда волосы наматываются на них и они вот так сгибаются а у пылесоса айрумба щетки жесткие и волосы на них не наматываются то есть они как-то их побеждают ну а в остальном придраться к моему новому помощнику гут ренд просто не к чему я пользуюсь им ежедневно уже на протяжении месяца что касается комплектации она действительно очень продуманная здесь и щеточки для того чтобы без проблем чистить пылесос запасной фильтр вот такой ограничитель пылесоса невидимая стена я если честно им ни разу не пользовалась не было необходимости ну в общем это то что не дает пылесосу проехать туда куда не нужно чтобы он заезжал также пылесос можно включить как с приложением так и с пульта если вы не хотите допустим пользоваться приложением а просто управлять пылесосом с помощью пульта ну вот кому-то может быть нагибаться тяжело еще какие-то причины здесь действительно продумали производители все я прям очень этим довольна если робот пылесос good trend вдруг разрядился на уборку еще не закончил то после зарядки он возобновит свою работу кстати говорит он на двух языках русском и английском если вы знаете только русский язык то это не проблема он разговаривает с вами на русском языке очень понятным женским голосом также вы можете использовать робот good trend двумя способами это контейнер для сухой чистки я им не пользуюсь вот я использую исключительно комбинированную уборку пылесосит и моет пол мне это вот идеально подходит мне не нужно просто пылесосить мне желательно еще и пол протереть но также при желании вы можете вставлять вот такой контейнер для сухой чистки он по объему больше чем контейнер для влажной уборки вернее там он по размеру сам такой же но контейнер который собирает мусор он чуть чуть поменьше но мне его правда хватает при использовании пылесоса в режиме комбинированной уборки вы можете также выбрать степень подачи воды есть три уровня мощности сильная подача средняя и минимальная я всегда пользовалась на средней мощности и как раз таки контейнера воды который я наливаю он полностью опустошается к моменту окончания уборки в общем заключении хочу сказать что это какие-то совершенно новые технологии это очень крутой помощник по хозяйству и если вы думаете что попросить у дедушки мороза на новый год то подумайте об этом роботе он действительно очень крутой с вами была ваша люля власенко до встречи в новых роликах всем пока пока